Из первых уст о труде врачей, воинов, космонавтов и представителей других важных профессий рассказали Тверской молодежи в рамках военно-патриотического форума «Знания о героях». Наша область стала одним из первых российских субъектов, который принял у себя данное мероприятие. Подробности в материале нашего корреспондента. Каково было работать с медиком в разгар пандемии? Сколько побед на счету героев Великой Отечественной? И какова жизнь в космосе? Ответы на эти и другие вопросы узнала Тверская молодежь на патриотическом форуме «Знания о героях», который прошел в парке «Россия. Моя история». Спикеры – историки, филологи, врачи-космонавты и даже финансисты. Также участникам форума прочитали лекции о фальсификации истории. Ее подготовил преподаватель ТВГУ Олег Усенко. Это очень сложно разоблачить, не будучи специалистом. Но поскольку я специалист, поделюсь некоторыми замечаниями, которые объяснят, как это происходит. Чаще всего скрыто, но и тем более от этого более опасно. Но есть и явные, конечно, фальсификации, когда явную ложь говорят. Но для этого все равно надо элементарно знать историю, прежде всего свою историю. Гости форума поделились своими мыслями о работе, об обстановке, о том, как строить свою карьеру, приносить благо обществу и оставаться самому человеком. Такое мероприятие проходит в Твери впервые. Уже серия форумов стартовала в феврале месяца. Дальше она пройдет в 24 регионах нашей страны, где ребята познакомятся с интересными спикерами. В рамках форума мы приглашаем героев России, деятелей в патриотическом направлении, деятелей в медицине. Прямой диалог со специалистами поможет ребятам не только с профориентацией, но и сформировать правильные жизненные приоритеты. Важность патриотического воспитания юных жителей Верхневолжии неоднократно отмечал и глава региона. Для нас в первую очередь важно вовлечь детей и молодежь в развитие общества, нашей страны. В полном объеме должны быть выполнены задачи по воспитанию подрастающего поколения, уважение к истории и культуре России, понимание роли православия в формировании ключевых ценностей нашего народа, преемственности трудовых и семейных традиций. В 2023 году мероприятия стратегии духовно-нравственного воспитания ориентированы на несколько ключевых направлений. Один из приоритетов стратегии этого года – воспитание любви к родине. В ее рамках запланирован ряд патриотических мероприятий.